09g тащит данным а а сколько момента получается 30 50 400 370 под 400 ньютонов после капиталки и все она заработал все перестала на в аварийную вставать и все было ну то есть второй соленой тоже 15 даже 15 два раза по 15 в шик блин сейчас таких цен нет нет таких цен сейчас предлагают 70 а после разборки коробки это превращается в 270 за два часа нападал жесть конечно а какой пробег а то есть это с четырнадцатого года 98000 получается в 9000 в год а потом поехал ребенок забирать из этого из аэропорта и он этот мне тренер сказал для целых меня и голоса не забиваю то есть тренера по какому миноспорту да баскетболист тренер баскетболист лучше в коробках разбирается чем коробочники которые здесь до этого но это бывает в баскетболиста лучше чем ну он такая видно у него тоже ситуации было мне такая же машина так вот видите людям мнениями обмениваются здесь уже были начали замена датчика давления а потом замена соленоид то есть два раза снимали гидроблок а сколько первый раз отдали денежные средства 15 первый раз 15 но все равно на тот же день стала в аварийный режим через двадцать с половиной секунд она стала в аварийный за 15 через 20 секунд в аварийный режим отлично прилетел прилетел дальше вы уже по совету друга знакомого поменяли соленоид соленоид а еще один и все нормально и все она заработал все перестала она в аварийную вставать все ну то есть второй соленой тоже 15 даже 15 два раза по 15 в один гидроблок нормальная тема это к тому то что не разово все детские болезни они у всех идентичны и первое что необходимо здесь иметь виду то что вот эти позиции меняются пара на этих гидроблоках плюс протягивается сам гидроблок тоже такие вот два раза по 15 отлично отлично шикарно хорошо то есть новое в том же месте второй раз и на меня прям том же месте где меняли 1 нет она первый раз в одном месте за 15 и второй раз в одном месте в другом другом месте за я с ним не поехал и в контору поэтому как бы это по такому снегопаду сам все же доехать как есть такой фильм после завтра пять часов ехать вообще смотрите какая ситуация как в фильме послезавтра он отец шел за сыном в этот в нью-йорк короче в нью-йорк через когда коллапс снежный начался на про температура была минус 50 и так далее такой конец света хороший фильм после завтра начало нулевых без всяких политических амбиций так сказать не а нормально абсолютно адекватно переключается без всяческих вещей ну ясно мне все отлично отлично сделал вопрос вот единственное что у меня вот еще вопрос до такого плана летом лето ну было было жарко по трассе ехал на гон пошел рубил как положено побыстрее ну обгоним до добавил газ куб до 140 дали дошла и чувствую запах масло запах масла но это запах масла горелого могу сказать то что возможно масло же сливали в том и другом случае когда из гидроблока манипуляции правильно да масло сливали возможно налили на маслоохладитель но куда-то пролив был ну случайно возможно это нет здесь момент такой что после замены уже два года прошло а после замены вдруг резко запах ну вот нет два года я ездил на дали я как я на ней быстро никто не ездит до 140 120 килограмм час это самый максимум что она запахла по типу сцепления жёного ну типа того да возможно запах такой возможность слишком добавил газу резко да и она пошла на больших оборот запах не критично но если побуксовать хорошо в сугробе при отсутствии течет течей в трансмиссии отече и так далее побуксовать и будет запах сцепления ну то есть будет такой запах резкий как запах паленой проводки правильно ну да 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 ну то есть есть и более аккуратно на этот счет потому что подпалить ее тоже можно трансмиссию можно подпалить здесь система охлаждения она не особо то справляется своими функциями потому что здесь маслоохладитель вместо штатного рья так что аккуратно ну чтобы не было никаких казусов всегда возникает вопросов торгическим трансмиссиям необходимо обкатывать туда и обкатывать после после ремонта потому что за 20 секунд 20 секунд от ремонта некоторых ситуациях 20 секунд держится то есть вы переключились до 4 я на в аварийный режим также упал и не стали к не возвращаться потом стали ездить с аварийным режимом кое-как да получается пока вам не подсказали про второй следует круто круто ты попал на 30 попал а чё делать на вещь а я этот там вроде малый такой грамотный сервис 2 не 1 1 1 1 и он что там умничал все умничал сейчас этот мы блять датчик давления поменяем приезжаю буду опять в аварийку встает у его надо сейчас переучить перечет и он нам при адаптировали научить чудо ему там теперь могу не умничать сказать есть 2 хрени таких то есть есть две фишки две таких деталей и короче этот эта позиция она не закручена завода но то есть его завода бывают не протягивают сам гидроблок но то бишь саму плиту управления когда как трансмиссию управляется по передачам ее не протягивают завода то есть через раз и она раскручивается со временем там просто болты есть которые видно что нужно 30 оборотов еще закрутить то есть раскручивается представляете со временем бывает так что соленоиды не причем вот эти две фишки которые вы меняли а просто его притянуть просто притянуть касаемо алмеры французов citroen peugeot это добро пожаловать в эту трансмиссию которая болеет данной фишкой смотрите во вторую продают машину с аварийным режимом уже было такое пишет человек проблема с коробкой поэтому продаю его ну ему те кто покупают говорят то что там хана коробки и прочее они лишают это все за пять минут вы поняли и тысячу рублей и ездил дальше перепродают уже пугается то что не проблема большие с трансмиссии оказывается что они маники ну это когда знаешь нет я понимаю то есть у каждой трансмиссии детский у nissan тирана дастра можете сказать всеми себя аварийный режим она падает 100 100-150 тысяч километров она прошла бывает на 70000 то это 99 и 9 протяжка гидроблок зашибись но это было все на 50 тысяч на 50 тысяч даже не было 50 то есть кто-то уповая то что смотрите завод-изготовитель не может косить то есть человек который утверждает что никто не может там завод-изготовитель там какой-то священный грааль открыл и так далее нет это такие же люди вы поняли таких же люди имеют свойства сам так что ошиблись сочувствую что вы ехали пять часов но надо делать хотим его ночь ночью посмотрим заодно жидкость то есть крайняя замена была ну при этих манипуляциях на 50 тысяч правильно да и так и сам как лица с ним сам последний раз масло как заливалась через низ до через низ но заливная здесь сверху находится с помощью воротка все открутилось это это и откручивается но ребят бывает так что закручена слишком сильно заливная допустим как на инсигниях на т-80 на и 4 dp 0 dp 8 это все сверху то что так проще и вон там вон там пять часов преодолела машина чтобы поменять жидкость респект тому кто приезжает с регионов очень приятно это льстит и все будет хорошо далее мы здесь проверим вначале качество жидкости вдруг здесь она у вас идеально кто знает все мы все может то есть все может быть зря плаваем я пью за тех кто в море ввиду того что сами понимаете техническая мойка есть самому и рядом и необходимо иногда сбивать но постоянно нет времени учитывая какая погода ну какая сама мойка какая сама мойка уже нападал снежку очень очень и сам надо к респект тем кто моет перед тем как заехать вообще надо самому на самому и ком ездить будет оперативный сбивать всю эту фишку это 5-10 минут относительно и будем меньше плавать так что респект тем кто сейчас под тачками терпит вот это все что стекает терпит стекает и так далее так вот трансмиссия претерпела несколько демонтажей гидроблока что ж все ясно маслоохладитель у вас абсолютно сухой это хорошо какая-то течь между коробкой и двигателем но я так думаю уже на на которую стоит подзабить но это посвятим узнаем что-то говорил кто это все придумал как это разбирается во всем в чем разбираемся во все эти вот ну как мне одна женщина сказала да как она так вкусно готовит допустим немного масла немного муки и 20 лет за плитой вот и все каждый разбирается в чем он может ну то есть кто-то более лучше кто-то более хуже кто-то посередине мы никак не разбираемся давайте пробу масла снимем пришла фея тут немножко подобралась самое основное что из этого всего ждать пока стечет самое сложное то снять защиту подождать пока стечет выгнать все что течет с этой тачки и так далее такие души они я не думаю что они какие-то артезианские помогают увеличить хп здоровье нет так посмотрим пробу жидкости возьмем совсем заливали через низ крайне раз да они через веру жидкости у тебя бодрая более-менее нормально запах странно последний раз 50 2000 а сейчас 100 с 98 отличная жидкость для полтинника то есть правильно поменяли вообще никаких вопросов нет но это посветлее чуть-чуть ну а так жидкость нормально меняли считать частичную на 30 50 нужны новые кроссы adidas и новые и 4 звездочные отели поэтому меняем естественно потому что все это необходимо каждый как он может кому-то шишки кому-то прыжка и так далее как и пятерку пошел до в грязи и в новых кроссов соответственно но воде как в зимних ботинках и там чувак такой оборачивается меня смотрит ну допустим да то есть на меня смотрят я с дождиком стою с энергетиками весь грязи и в новых кроссов как будто с кого-то снял ну да понял типа шел шел из кого-то снял игру не снимал мои диссонанс такой бывает люди мультимиллиардеры но ездит на солярис либо на гранд такой тоже бывает диссонанс то есть автомобиль и его марка отнюдь не значит что там допустим тривиально skoda octavia опять это может быть в третий стейдж и уже машина за 5 миллионов рублей и догнать не может по-разному вещи и у каждой тачки есть своя судьба как у человека у одной судьба сломаться на полтиннике где заклинило заднее правое колесо у переднеприводных версий так как это тут все купировано и купированная система охлаждения то есть к маслоохладителю не подходят штуцера от основного радиатора охлаждения потому что у полноприводной версии нижняя нижняя банка ну или боковая банка рециркуляция от и в жидкости и происходит я охлаждающей жидкости но этого в курсе ребят ну а здесь только антифриз подходит к маслоохладителю как-то так ты слышал что производитель говорит на весь срок службы эксплуатации да но получается весь срок службы эксплуатации 50 тысяч у тебя в на 50 тысяч проблем уже аварийный режим это как ты думаешь гарантийный случай был вообще по сути да да здесь какая позиция снималась здесь все демонтировался гидроблок эта крышка снималась на новых алмерах дастере на nissan тирана это nissan тирана одна платформная машина с чем с дастером проблема с недокрученным гидроблок просто там когда мы его несколько раз демонтировали на электро и других автомобилях уже там болты которые тянутся от руки то бишь как то так такая парадигма начинаются косяки где-то в полтиннике думать об этих двух свиноидах и протягивать гидроблок и будет счастье но будет работать это я не знаю но жидкость в идеале просто хоть и частично менял но она нормально рабочая потемневшая мы естественно поменяем ты понимаешь я хочу заработать с тебя ты пять часов ехал я хочу заработать с тебя да по-дилетантски поменять полностью жидкость до псевдо полностью и так далее как-то до до и вот светлость вот какой полка был посмотрите какой был такой стал ну ничего страшного вопрос как то что делали возможно вначале один из одну и часть из двух поменяли потом уже вторую поменяли в обоих случаях по 15к это нормальная стоимость каждый волен выставлять свою стоимость а то обычно спорта а правильно ли мне выставили стоимость то есть по 1 стоматолог один стоматолог когда обсирает другого да там неверно пломбу вставили и прочее он когда критикует он предлагает он не критикует обычно надо типа там переделать лаконично это все счет контакты но никогда тактичности не страдал говорил всегда прямо да там либо да либо нет лучше там я не знаю находиться в своей в своем комфортном существовании чем брать какую-нибудь треш машину там и так далее так вот ребят возможно одну часть поменяли опять началось все через 20 секунд уже потом второй раз переделали в другой конторе все идеально жидкость просто кусочка за полтинник как будто здесь полная смена происходило просто в идеале ну коробка в итоге ты говоришь демонтировалась до чтобы поменять там сальник сам говорил тебе эта зима нравится виду того что она советскую зиму напоминаем а сама по себе офигенно да ну и что ты не да а ты его величество снег не заказывал моно у природы нет плохой погоды еще раз рассмотрим их масло охладителя подводов охлаждения от от f жидкости здесь нет видишь только антифриз как же и прокачать ее можно прокачать сейчас первую прокачку сделаем качнем дастер тирана передний привод купированная система охлаждения которая требует подключения дополнительного радиатора и так далее здесь на полном приводе они уже заморочились вот такая вот парадигма ребят сейчас первая прокачка уже поздно уже поздно пить боржоми когда отвалились почки и так время ну вот посмотри да у тебя она тут ну нормально и более-менее внутри имеют мы это сделали для того чтобы во первых ты мне обеспечиваешь 4 звезды это еще шучу кто там у меня очень плоский юмора крайне плохая плохое чувство юмора и крайне то уже завтра проездил очень много обеспечиваешь на 4 звездочные отели вообще в черный респект как ты вот заказывала снег а я заказывал снег не заказывает но небесная канцелярия тебя ну а я вот игнорировал а вот 4 звездочные отель я захотел ну что я могу сказать да она более-менее нормально но мы его меняем потому что ему полтинник и фиг знает сколько лет жидкость гигроскопична пару раз качнем после его прокачаем вот такого цвета а то бишь все будет нормально если не будешь курить пять минут по что дым разъедает на глаза нато шучу кури вот такой вот цвет да бляк хороший отлично ветерана боец все нормально главное не докачаться до пенки до пенки не докачаться что пена не пошла ну да ну то есть поездишь сам решишь тебе вдруг не понравится кому-то арбуз кому-то свиной хрящик жестокий роман смотрел эльдара рязанова по пьесе бесприданница островского то есть короче ребят дилетант вовсю я имеется ввиду далее мы выставим здесь уровень уже поедем проедемся адаптацию до будем нулить свечки а у тебя катушка еще менее ну ладно нормально по движку здесь были ошибки но ошибки устранены почему продвижок узнавал чтобы это не давало на коробку какого-то влияния шик блеск посветлее да ну как касаемо касаемо данного автомобиля до 100 тысяч здесь были проведены всяческие такие ухищрения пару раз гидроблок все нормально все сделано внутреннее дисбаланс флора коробки автоматически абсолютно адекватная потому что жишка чистая да она темновато и да она там более уже пить полтинника проехала естественно меняем по причине того что это надо во-вторых это всегда много спора возникает в третьих отели четырехзвездочные а так если серьезно то она подгорала и машина редко эксплуатируется за 10 лет стука вот так так что это самое до пробки сейчас по киевской трассе вообще жестяные реально такой снегопад а время в 12 уже и все зачиняем пойдем проедемся да ну же жестяные пробки сегодня это просто что-то чем то есть там один километр полчаса но все же посмотрите что что вообще происходит норм ну первый этап адаптации это съезд подъемника сами понимаете минус по переднего привода вот это вот вот так едет нормально без косяков покатаешься посмотришь как там что видишь какая разделительная офигительная сплошная это сплошная да и снега правда так едем практически нереально поехать нормальных до того что снега выпало не ну все плавно вообще все идеально конечно на полном приводе было бы круче это все проверить но все же тихо 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 не балуюсь да я не балуюсь то есть как бы так все хорошо чтобы эту сплошную переехать необходимо полный приводами вот когда-то был асфальт да автобус начался снежный плен я нормально как работа ведет вполне адекватно ну до этого мы есть начинали к не было ездить и будет хорошо да дрифтир на москвича нормально стоп и весь не хватает тебе 5 6 7 8 9 но это другая машина это другая машина все еще раз приедет приедешь я тебе добавлю 4 переда какой подшипник ступичный левый или правый шумит направо поворачиваю звук увеличивается налево звука нет и более того он с лета никаких люфтов колес нет ребят всем привет мы отошли от темы автоматических трансмиссий потому что чернышу нужна помощь вот я кручу не могу понять итак застопорив одно колесо на подъемнике мы можем услышать вой это левый ступичный потому что при повороте направо у нас звук увеличивается при повороте налево звука нет никакого ну и если мы едем прямо то звук гул ну офигеть какой гул послушайте правое колесо не крутится только лево 60 километров в час я долго гадал всегда проверяешь налево поворачиваю шли бы направо если налево звук соответственно то правый если на право звук то левым как то так потому что в зависимости от поворота загружается левое колесо ну булевая сторона либо загружается правая сторона теперь удерживаем левое колесо у нас только крутится правое и и тишина 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 это хорошо тут тут у ту ту чистые пруды это ну и не знаю они смазка есть ступица чё на зашумела неизвестно как там что ну что ж посмотрим на что наши китайские товарищи это ступица китайская пуховик китайские и и ну запчасти не приходится выбирать потому что их минимум ну и рейтинг у нее более-менее посмотрю сколько на проезд вторую то точно тоже под замену там от нее шум тоже идет это нужно делать итак ребят 2018 году мы данную блондиночку перебирали шесть лет как с куста прошло шесть лет 1.8 turbo 0 9g капитальный ремонт подорожал в полтора в два раза как-то так ездит 3 4 переключается единственное что небольшие подпины вания но у человека 7000 километров в год и ездит он тряся ногу более того у вас еще стейдж 2 ставит 3 стэй стоит ну вы посмотрели вот эта документация 2018 году было точно да в ролики просылал сентябрь 2018 года на тот момент на был какой первый стэйдж был первый сейчас уже стоит 3 стэйдж и с теми запчастями коробочные 2018 года с комплектами ремкомплектами бай другое государство с которыми можно было работать выдерживает коробка тащит девочка но 9g сейчас нынешние ремкомплекта бывают китайского назначения поэтому это не совсем хорошо а так все хорошо герметик не штатный наш держит 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 все держит выдерживает при должной эксплуатации 3 стэйдж при активной в то же время но 7000 километров в год получается сорок две тысячи вот только на есть сорок две тысячи сорок две тысячи трепет пятьдесят тысяч только наезд ясно ну как вы думаете поездит еще будет есть как вы считаете чисто внутренне 6 лет после когда вывода должна но она лучше на третьем стей же естественно разительно лучше чем на первом разгонять ну приятно ездить и что самое главное то капиталка еще шестилетней давности все это тащит прекрасно должном уровне коробка эксплуатируется и можно и от капиталить можно более того дальше ездить кто-то будет есть а кто-то не будет есть она не будет как так же как после завода но есть экспонаты нормальный так что поменяем здесь жижку и проедем и так поменяем здесь жидкость к 2 здесь доработаны зубчиками уже стоит и вот спустя 6 лет эксплуатации она еще более-менее прозрачная это та жидкость которую на протяжении многих лет мы заливаем и считаем ее нормальным кто считает ее ненормальным то естественно обслуживается в другом месте чувствует себя хорошо в более хорошем там ракурсе но показатели отличные отличные показатели все же они есть это хорошо да она у вас более-менее прозрачная мы у меняем по годам по годам по годам по годам сейчас все еще выкрутим и так и так отлично все шик 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 шикарненько жидкости 6 лет и чистый корпус трансмиссии все чистенько и хорошо меняем частично полностью но самое основное запчасти которые купали ранее запчасти которые сейчас два разных качества те ремкомплекты и эти ремкомплекты нынешнюю потому что это что раз на раз не приходится определенная фирма определенная фирма пакета фрикционов определенная фирма общего ремкомплекта по резинкам дает положительный эффект то что ты поставишь китайское не факт что это будет работать потому что машине сколько вы говорите 240 сил получается 200 это война динамо стенде но человек заморачивается динамо стенд ездит и как волк в овечьей скуры обычная октавия обычная пусечка но ездит как как векса на а китайцы пока человек не задумывается но 9g тащит данным а а сколько момента получается 30 50 400 370 под 400 ньютонов после капиталки оля улю отлично не спали до нас тут есть небольшой налет и руждаем и так и так поменяли фильтр почистили гидроблок все здесь должно быть хорошо проедемся посмотрим как она себя ведет а вы мне говорили что первый стейдж стоял до до капитального ремонта уже был пробуксовка с третьей на четвертую началась пробег когда какой у нас был тогда 1100 но это штатный и пробег да ну 110 120 120 тысяч километров пробуксовка третий четвертый но 9g 18 turbo октавия опять штатная проблема но за шесть лет очень много всего видоизменилась ценовая политика конечно которая идет только то есть масса вещей которые произошли и вот отслеживаем по автомобилю что данный карабос держит большой момент в особенности если применять нормальные комплектующие и корпус был не изношен то есть трансмиссия это как симфония иногда получается в идеале иногда не получается как у любого человека если на любого человека какой-то социальный рейтинг завести вы даже удивитесь что про вас ваши друзья думают вместе с вашей супругой и так далее то есть вопрос такой главное чтобы костюмчик сидел и вот поршень пакета к2 был поменен и соответственно все остальные все пять пакетов фрикционов пять пакетов фрикционы поршня и прочее как она будет ездить после полной замены если вот раз 6 лет что касаемо общего антуража первое цветной жидкости в идеале она не подгоревшая даже третье уже стейдж ничего и не делал 247 второе может со временем отводиться гидроблок потому что тот капитальный ремонт стоило 70 к сейчас таких цен нет нет таких цен сейчас предлагают 70 после разборки коробки это превращается в двести семьдесят каждый вправе свою ценовую политику устанавливать на ремонтные работы и на запчасти если сделаем все нормально право каждого так сказать так вот гидроблок мы чистили но до замены проехались никаких косяков здесь нет то есть она нормально втягивает с 1 по 6 и 6 по 1 никаких отрицательных вещей и гидроблок еще поживет потому что ну желательно его было поменять его вообще желательно поменять каждый получает рекомендацию желательно поменять гидроблок но тогда не хотели вкладывать 30 чтобы до соточки сейчас уже под полтинник данные позиции могут стоить основной критерий подбора автомобиля должен быть обязан просто быть это основываться на слабом месте конкретного модельного ряда отвал проводки отвал поршня пакета k2 отвал любой другой позиции потому что не бывает супер индивидуальных случаев обычно это косяк распространяется на всем модельном ряду так вот покупая автомобиль даже в автосалоне новым когда-то давно это было кто-то сейчас новые тачки покупают что поздравляю просто забивать на то что может быть впоследствии это стоит очень и очень недешево кожаный салон и всяческие экранчики это вторично все на самом деле и так первая прокачка занялись автомобильной философии не в свою тему полезли вообще в принципе не в свою тему так заводится я уже помню сейчас несколько раз хочу почему она прозрачная спустя обкаточной эти моменты да потому что все хорошо проедемся нужно ездить до нужно ездить по после машина без дополнительного радиатора охлаждения но на третьем стейдже опять же турбина down pipe и всяческие ваговские заморочки ну человек просто увлекается этой темой за данную ценовую политику сделать 240 сил и плюс еще перебрать 2018 году коробку сергей за 70 к это положительная судьба блондиночка чистые труды так 2 прокачка 3 и уже поедем третий раз качнем посмотрим все таки надо чтобы она купалась чистой жидкости система старт-стоп круть чистые пруды застенчивый шик блеск каждый меняет как он хочет менять кому-то арбуз кому-то свиной хрящик кому-то схемы кому-то теория кому-то практика и так далее ну показатель что на стейджа на 6 лет проездила это норм это само успокоение это хорошо и и каждый случай индивидуально не все трансмиссии получатся не все получаются более того кто говорит у меня только получается у меня только получится все в любой сфере все амба либо он говорит что остальные дураки он хорош и все это крах это первое самое вот мы просто с дилетантским подходом что-то пытаемся сделать вот и все нормально так вот касаемо этих автомобилей этих трансмиссий некоторые экземпляры за 1 миллион продается и после переборки и ездят потом продают далее все же в крайнее время последнее время хотят данные вопросы про буксовок ударов с третьим четвертым решить какой-то проводкой там говорит я проводку начали посмотреть вдруг это из-за проводки нет здесь 3 4 к 2 наш любимый и великий и ужасный то кнопочку хороший пуск поедем пройдемся съедет ли она с подъемника и и и так и так и и и и и и и и мне хорошо в день мне нравится очень хорошо но имеет место быть если стоит доработанный поршень к2 то да возможно что это как-то не повлиять но а дополнительный износ возможно также установка доброго дня здесь каждый решет на все место А так по 7000 км, если в год наезжать, то может быть и стоковой системы охлаждения хватит То есть у него система курсовой стабилизации даже на третьей работает, получается На всех? А, на всех шести передачах? Ну, то есть при минимальном таком зацепе Антипробуксовочной Ну, антипробуксовочной, получается Работает на всех, бывает на четвертой Бывает на четвертой, да И летом бывает так же Ну, нет, летом, я думаю, все-таки теплый асфальт Понятно Ну, сложно на такой дороге найти зацеп, но переключается нормальным То есть данные Коробченко тащит этот момент Да, возможно, хотелось бы приобрести что-то новое с салона Но это возможно, но нет возможности Так что приходится эксплуатировать то, что мы имеем А так, как менять полностью частично, каждый решит для себя сам Может быть вообще не менять, вообще ничего не делать То есть 240 сил будет на сотом бензине? Да, да, она прошивалась под сотом бензине А на девяносто пятом примерно сколько? Двести Ее именно на стенде замеряли, ее прошивали На сотом бензине на стенде Ну, то есть вы видели показатели, что это сто процентов Интересно, да, ясно Так, первая, поехали Первая Вторая Аккуратненько И у нее немного алгоритм подозменился Каким образом? То есть после установок вот этих тюнячих вещей Она стала с другим алгоритмом и с другой скоростью переключаться соответственно Поэтому бодрее, бодрее Мы проехались до Проехались после единственное Нарекание было с пятой на четвертую Но это периодически На горячую трансмиссию Будем отслеживать Пока гидроблок не трогаем Пока он выжил, так сказать Но как это часто бывает, ребят Говорят 70 Оказываются после разборки коробки 270 Каждый сам выбирает свою ценовую политику Как и что Как он договаривается и так далее Кто-то про буксовки путает с проводкой Кто-то что-то где-то слышал С летанской точки зрения Все норм с этим карабосом И все хорошо И все будет нормально Вообще-то Все рассчитываются Все he Кто-то Субтитры создавал DimaTorzok